Всем привет, меня зовут Ангелина, и сегодня мы продолжим говорить об алгоритмах и структурах данных. Скорее всего, этот ролик будет последний, посвященный деревьям. Сегодня мы затронем наиболее практически применимую структуру данных деревьев. Их, конечно, много, но до этого мы рассматривали довольно простые элементарные структуры данных, которые связаны с деревьями. Они являются скорее компонентами, из которых строятся какие-то более серьезные структуры для того, чтобы решать реальные практические задачи. Сегодня мы говорим о ку-деревьях или, как их еще называют, деревьями квадранта. Как всегда, начнем с определений. Во-первых, что такое квадрант? Квадрант мы можем воспринимать просто как прямоугольную область на плоскости. То есть из этого следует, что для ку-деревьев характерны задачи, которые связаны с областями на плоскости именно. То есть какие-нибудь картинки, какие-нибудь карты, какие-нибудь виртуальные рейтинги, какие-то виртуальные карты в играх. Вообще неважно, в общем. Суть, в принципе, ясна. Нам нужно каким-то образом работать с двумерными объектами. И на этих объектах у нас есть какой-то набор данных, которые мы должны быстро находить, быстро уметь ими апеллировать. Соответственно, нам нужно каким-то образом представлять нашу область и характеризовать каждую подобласть этой области, чтобы быстро ориентироваться, быстро находить нужные элементы, например, или быстро их удалять, или быстро их добавлять. Неважно. В общем, ку-деревья для этого и созданы. Они состоят из этих квадрантов. И вот как все устроено. В данном примере для какой-то конкретной задачи я лично выбирала именно способ представления плоскости какой-то прямоугольной области ее координатами. То есть 1, а2 координаты по х, b1, b2 координаты по у. Но большинство задач решаются каким-то более общим путем, когда задаются просто размеры по х и по у. И предполагается, что пространство снормировано таким образом, что вся наша прямоугольная область, с которой мы работаем, расположена в первой четверти плоскости. То есть как-то у нас прямоугольник начинается в 0,0 и как-то растягивается в сторону бесконечность-бесконечность. Значит, вот. Что нам еще важно здесь сказать? Важно сказать, что для q-деревьев вводят понятия, вводят переменные, назовем их сейчас n-большое и маленькое. n-большое характеризует количество элементов, которые могут содержаться в одном квадранте. А n-маленькое характеризует текущее количество элементов, которые уже содержатся в этом квадранте. Также каждый квадрант содержит в себе массив указателей, четырех указателей обязательно, на поддеревья, на подквадранты, можно сказать. То есть что мы вообще должны сейчас представить? У нас есть плоскость, у нас есть какой-то квадрат или прямоугольник на этой плоскости. И мы, значит, говорим, например, у нас может на этой плоскости в этом квадранте, в этом квадрате или прямоугольнике содержаться, допустим, максимум пять точек. Пять точек каких-то, неважно, городов, например. Мы, значит, добавляем их, добавляем, добавляем, пока у нас точки становятся пять. При следующем попытке добавления у нас наша область, с которой мы сейчас работаем, должна поделиться на четыре равные области. Зачем это нужно? Как я уже сказала, нам нужно для каждого элемента обеспечить удобное хранение, удобный доступ к нему. Поэтому, чтобы у нас наша задача снова не превращалась в задачу перебора, как если бы мы не использовали кудеревья, мы ввели вот этот фиксированный максимум для списка элементов. То есть все элементы внутри одного квадранта хранятся в виде списка. Длина списка у нас хранится, текущая, и вот есть у нее какая-то максимальная длина, максимальное количество элементов, которые в данном квадранте могут храниться. Все элементы хранятся у нас в листьях дерева. Что такое листья дерева? Листья дерева – это последний слой дерева, который не содержит каких-то потомков. То есть это последний слой. Тут не случайно есть два типа элементов – фиолетовые кружочки и синие квадратики, прямоугольнички. В общем, прямоугольничками здесь обозначены именно непосредственные элементы, которые как сдаются у нас вообще? Они сдаются у нас какими-то координатами на плоскости, K1 и K2, какой-то информацией. Гипотетически это у нас просто строки. И указать всем на следующий элемент. Как мы помним, у нас вот в одном квадранте элементы хранятся списком. То есть они друг на друга там ссылаются по цепочке, ну, список. Значит, вернемся к тому, что я сказала. Допустим, не допустим, вот что у нас изображено сейчас на слайде. Что за рисунок вообще такой? Это какой-то гипотический пример, какой-то общий пример дерева, да, без характеристики элементов. Пускай у нас вот этот вот корневой узел у нас представляет вообще изначальную плоскость, с которой мы работаем. Изначальный большой лист, который у нас вот характеризуется либо там своими размерами на плоскости, либо координатами своих концов. Мы добавляли элементы, пока у нас их не стало больше, чем n большое. Как только у нас их стало больше, чем n большое, мы разбили нашу плоскость на 4 области равные. Каждой области мы присвоили координаты, которые легко вычисляются в связи с тем, что мы делим на 4 одинаковые области. То есть мы просто визуально легко представляется. Просто взяли и в каком-то прямоугольнике провели две прямые параллельные сторонам, которые проходят через центр прямоугольника. Все. Далее. В каждом из этих квадрантов у нас перехраняется какое-то количество точек. То есть изначально все эти точки у нас до того, до разбивания, они хранились, приближали вот этому квадранту. Самому большому листу, в котором они зачем-то содержались. Как только их стало n плюс 1, у нас сразу же разбивается наш лист на 4 квадранта и происходит перераспределение элементов. То есть они там по порядку так идут, сравниваются по координатам с размерами квадрантов, которые мы создали. И соответствующий квадрант они добавляются. Там также формируются списки внутренние. И так происходит добавление до тех пор, пока в каком-то из них тоже не произойдет этого, может, как переполнение. До тех пор, пока в каком-то из списков n и n маленькое, n большое не сравняются. Если мы хотим заполнить список, уже добавить какой-то еще элемент, то мы здесь какой-то квадрант, который мы хотим добавить, мы снова разобьем просто на 4. Все остальные при этом останутся прежними, просто потому что для кудереев обычно не используют балансировки. Это не всегда удобно, очень редко когда удобно делать балансировку для кудереев. Это не первая причина для их использования. Нам достаточно вот этого введенного параметра, фиксированного, фиксированного длины списка элементов. Теперь поговорим об основных алгоритмах, которые здесь используются у нас. Как я уже сказала, если мы вставляем элемент какой-нибудь, то мы должны разбивать наш лист большой, в котором мы сейчас работаем, на 4 одинаковых подквадранта. И перераспределять с точки. Таким образом это происходит. Мы просто идем до нужного квадранта, в который мы хотим добавлять элементы. Кстати говоря, если у нас квадрант большой какой-то разбит на подквадранты, то тогда его текущая длина равна минус единице. Для удобства, потому что длина не может быть отрицательной. Соответственно, это такой флажок того, что у нас данное дерево не пустое. И содержит какие-то поддеревья, какие-то не пустые поддеревья. Вот. Вернемся к алгоритму. Так вот. Мы идем до тех пор, например, пока у нас наша точка, которую мы хотим добавить, удовлетворяет координатам квадранта, в котором мы сейчас находимся. И у данного квадранта n маленькая равно минус единице. И мы вот так спускаемся до какого-то нужного нам квадранта. Проверяем. Вообще можем туда еще добавить точку, элемент какой-то, да? Не превышает ли сейчас, не превысит ли n маленькое, n большое при добавлении новой точки. Если да, то мы запускаем алгоритм рекурсивного разбиения. Это очень важно. Почему? Потому что у нас все точки могут располагаться, например, в каком-то углу квадранта. Тогда одного разбиения квадранта нам не хватит, потому что при разбиении этого квадранта у нас все точки все еще окажутся в углу какого-то из новоиспеченных квадрантов. Таким образом, у нас все еще какой-то квадрант будет содержать максимальное количество допустимых точек, элементов. Тогда его тоже нужно будет разбивать на квадранты до тех пор, пока в нужном нам не окажется n маленькое меньше, чем n большое. Дальше на плоскости подробнее это рассмотрим, чтобы понятнее было. Так работает алгоритм вставки. Алгоритм поиска, он характерен, он такой же, как и для обычных тренерных деревьев. Мы просто смотрим, выбираем, каким координатам нам удовлетворяет данный квадрат координатам точки, которые мы ищем. То есть находится ли данная точка в диапазоне, который задает квадрант по структуре. Вот. И перемещаемся, перемещаемся, перемещаемся до тех пор, пока n маленькое не станет, не примет значение, отличное от минус единицы. Алгоритм удаления немножко специфичный. Почему? Потому что мы должны перераспределять наши элементы после удаления, как и после вставки. Почему? Потому что если после удаления наше количество элементов внутри квадранта, большого именно, то есть вот если мы удалили, например, из какого-то из вот этих четырех подквадрантов для данного квадранта какой-то элемент, и этих элементов стало количеством n большое, тогда по факту вот это вот разбиение нам не нужно. Все эти точки тогда могут храниться в этом квадранте. Тогда что мы делаем? Мы проверяем, если у нас по усмотрению n большое стало равно n маленькому, тогда для данного дерева, для данного поддерево, для корневого узла этого поддерево мы n маленькое принимаем равном значении 0 и начинаем перебирать все элементы из-за вот этих поддеревьев маленьких, и каждый элемент мы с помощью функции вставки начинаем добавлять вот в это дерево. Таким образом, у нас n маленькое, мы присвоили его значение 0, тогда при добавлении элементов в это дерево они будут добавляться непосредственно вот в этот квадрант. Вот. После того, как мы в каком-то подквадранте как бы добавим все элементы его, мы просто их удаляем, удаляем этот подквадрант и переходим к следующему. Вот так со всеми поступаем, и получается, что все наши элементы, все n большой элементов оказываются на уровне выше, то есть они собираются. Таким образом, мы как бы поддерживаем структуру дерева, то есть у нас всегда в квадранте будет меньше либо равно n большого элементов и разбиение квадранта на подквадранты будет осуществляться только, будет осуществлено только при условии, что n маленькое больше, чем n большое. Можем идти дальше. Есть такая задача, как поиск максимально удаленного элемента от начала координат. Также она в более общем случае звучит как поиск максимально удаленной точки от заданной точки. В общем, суть данного алгоритма в том, чтобы дойти до угловых квадрантов, самых угловых квадрантов и рассмотреть расстояние от точек внутри этого квадранта до заданной точки или до точки начала координат. Почему это так работает? Потому что какую бы точку мы на плоскости не взяли, расстояние у нас, оно как бы, можно представить его как радиус окружности, которую мы проведем с центром в точке, от которой мы отчитываем расстояние, до точки, до которой мы отчитываем расстояние. Таким образом, от любой точки, которую бы мы не рассмотрели бы на плоскости, максимально удаленной, максимально удаленной будет находиться именно вот в каком-то из квадрантов. Это вот связано именно с тем, что мы представляем вот расстояние именно так, что мы как будто бы очерчиваем окружность, вот как я уже сказала, которая вот устроена таким образом, что центр у нее в точке, от которой мы ищем расстояние, и радиус у нее там кончается, где расположена точка, до которой мы ищем расстояние. Таким образом, мы легко можем дойти до самого левого верхнего, правого верхнего, левого нижнего и правого нижнего квадранта. Это будет у нас достигнуто таким образом, что мы будем знать, что у нас, например, первый квадрант в массиве подквадрантов – это элемент из четвертой плоскости, например, четвертой четверти, второй – это он из первой четверти, третий из второй четверти и четвертый из третьей четверти. Зная это, мы легко дойдем до, например, самой, можно сказать, самой четвертой четверти. Почему? Потому что мы всегда будем идти по первому вот этому, по первому квадранту. И так же с остальными. То есть здесь мы идем по второму, здесь мы идем по третьему исключительно, здесь мы идем там по четвертому. Так, значит, рассмотрим, как я уже обещала, такой пример добавления, когда у нас… почему нам вообще нужно использовать алгоритм… почему у нас алгоритм разбиения является рекурсивным, потому что представим, что все точки расположены здесь в уголке, да, всех остальных точек как будто бы не существует, пускай существуют только эти четыре точки, пускай в квадранте в одном может существовать только четыре точки, это максимальное количество. Пускай мы хотим добавить вот сюда куда-то еще одну точку. Если мы при первом разбиении, мы разобьем большой лист наш на четыре квадранта. Теперь у нас в этом квадранте ничего, в этом квадранте ничего и в этом квадранте тоже ничего. Соответственно, n маленькая у нас все еще равно n большому, то есть четырем. Значит, нам нужно снова делить наш квадрант, то есть вот уже рекурсия у нас задана. Мы хотим добавить вот в эту кучку, сгруппированную где-то там в углу, еще одну точку. Соответственно, нам нужно делить так, пока мы не поделим здесь каким-то образом, чтобы хотя бы одна точка попала в какой-то другой квадрант. То есть мы разделили один раз, потом второй раз здесь поделили, вот именно этот квадрант уже. Потом этот квадрант будем делить на четыре части. Ну и там пока у нас условия того, что n большое больше, чем n маленькое, не выполнится. Только после этого мы сможем добавить точку в какой-то квадрант и вообще в дерево, в принципе. Поговорим немного о применении. Как я уже сказала, квадрант и деревья удобны тем, что они, вот с ним удобно работать с какими-то областями двумерными, какими-то двумерными объектами. Вот, например, есть задача, связанная с прокладыванием судоходных маршрутов. Она устроена таким образом, ну, в общем, у нас существовало какое-то приложение, которое изначально все объекты просто как бы аждан хранило все вот эти вот элементы пути, да. И чтобы нам какую-то там точку для построения маршрута, например, добавить, нам нужно было перебирать все элементы нашей карты, чтобы найти тот элемент, координатам которого удовлетворять данную точку. Этот перебор, он очень долго осуществлялся. В связи с этим возникла потребность вот таким образом каким-то разделить карту и представить ее вот такими квадрантами, какими-то областями, к которым будет удобно обращаться, до которых можно будет удобно добраться быстро. И вот для этого помогло нам ку-дереву. Ку-дерево у нас тут хранит точки и хранит отрезки, на которые мы вот разбиваем наши пути. Просто для удобства, потому что, ну, как мы еще можем какую-то произвольную линию представить только отрезками? Какими-то, какой-то удобной разбиением отрезками. Это не важно, это отдельная задача. Ну, в общем, суть такова, что вот для данного прокладывания маршрута или там, не знаю, расчета времени маршрута, неважно, в общем, вот у нас ку-дерево удачно, удобно может быть применено. Используется в играх, используется в разных приложениях, используется в картах. Много здесь пользуется. Отличная структура данных. Теперь мы перейдем уже к более-менее практической части. Просто посмотрим, как оно работает. Все, как работает программа, которая реализует структуру ку-дерево. Более подробно алгоритмы мы уже разбирать не будем в качестве кода, потому что это является частью программы. Довольно подробно мы и так уже общую суть с вами, в принципе, должны были уловить. И мы надеемся и верим в то, что вы сами дальше сможете все реализовать. Теперь перейдем к коду. Давайте теперь посмотрим, как работает вообще... Как работает алгоритм удаления вставки, поиска, допустим, да. Просто, допустим... Ну, помним, что я рассматриваю довольно общую задачу, где я задаю координаты моего листа пришел. Допустим, у нас будет максимум 5 точек в квадранте. Мы не будем никакого файла добавлять. Сейчас мы рандомно сгенерируем 20 точек и добавим их в наше дерево. Теперь посмотрим на наше дерево. Значит, вот это у нас корневой узел. Это первый его подквадрант, второй его подквадрант, второй его вот этот подквадрант, третий и четвертый. Каждый из них тоже там содержит свои подквадранты. Там каждый вот по 4. По 4. Это эти просто... Так как у них количество точек не превышает 5 ранее заданных, все у них нормально тут. Они не разбиваются никак. Давайте теперь посмотрим, например, на второе... Какая там... Ну, третий подквадрант у изначального нашего корневого узла. Удалим в нем точку с координатами 80, 79. И посмотрим. У нас все должно собраться в один квадрант, потому что у нас точек будет 5. Так, значит, 80, 79. Удалим. 80, 79. Говорит, что успешно удалил. Выведем теперь. Вот, отлично. У нас наша... Вот эта вот... Вакханалия вся собралась в один квадрант. Замечательно. Так вот, например... Ну, пример того, как должно работать... Как должно работать удаление. Теперь снова добавим туда, например, эту же точку, 80, 79. И проверим, что там все нормально разбивается. Ну, какую-то информацию туда еще добавим. Вот, отлично. Оно теперь заново разбилось. Все замечательно. Все правильно. Что мы еще можем посмотреть? Можем посмотреть функцию поиска, например. Нам больше, в принципе, не надо. В принципе, не особо полезно. Например, попробуем найти какой-нибудь 18, 18. Ее не существует. Он не должен ее найти, в принципе. Да. Он говорит, что элемент с такими ключами не существует. Отлично. Найдем теперь, ну, например, элемент 68, 89 ключи. Так. Ой. 68, 89. Так, fine. Вот, отлично. По ключам, а по этим он нашел информацию, которая там содержалась. Где-то. 68, 89. Вот, информация. Там какая-то строка 37, 23. Отлично. Теперь перейдем, наверное, дальше. Последнее, чем мы поговорим, это таймирование. Теймирование – это алгоритм тестирования, который помогает нам понять, каково реальное время осуществления того или иного алгоритма. Какова реально сложность алгоритма, который мы реализовали. На данном слайде мы можем видеть зависимость времени поиска от количества узлов в дереве. Как работает таймирование? Для поиска, например, для алгоритма поиска мы, например, добавляем фиксированное количество узлов, в данном случае тысячу, в дерево. Затем фиксированное количество узлов, фиксированное количество элементов, а именно в данном примере тысяча, ищем. Итак, по тысяче мы добавляем энное количество раз, которое мы задали тоже изначально. В данном случае мы так добавляли 10 тысяч раз. То есть у нас здесь на графике 10 тысяч точек синих. То есть всего у нас максимальное количество узлов в дереве получилось 10 миллионов. Тут есть небольшие выбросы, но мы, как видим, их очень мало по сравнению с количеством вообще, по сравнению с размером выборки, в принципе, в 10 миллионов, в 10 тысяч точек. Поэтому так вот все. Значит, белая линия, которая точечками представлена, это аппроксимация полученной зависимости. Она у нас логарифмическая. Все замечательно, все укладывается в теорию. На данном этапе мы закончим говорить о деревьях. По деревьях мы тоже все сказали, все, что нужно. Удачи вам в реализации и до новых встреч.